Добрый день, дорогие друзья! Я рада быть сегодня на открытии ежегодного Баркэмпа образовательной бизнес-конференции, где мы вместе обсуждаем с вами тенденции, тренды развития технологий, инноваций в мире и в нашей стране. Ленполиграф МАШ – это первая площадка, где открыта была 5 лет назад, или 6 лет назад уже, региональная точка кипения. Сегодня у нас 125 пространств по всей стране, как городского типа, так и в университетах, где обсуждается повестка развития городов, регионов нашей страны. Еще раз повторюсь, глобальные вызовы, угрозы, тренды и возможности. Для нас этот формат – это возможность обсудить, где мы сейчас находимся, куда нам дальше двигаться, создать все возможности для необходимого образования, все возможности для коммуникации разных участников технологического развития, инновационного развития. Это, безусловно, и правительство, это институты развития, это региональные органы власти, это технологические стартапы, вузы, университеты. И именно вот в таком формате появляются новые проекты, новые идеи и новые команды, новые сообщества. Для нас эти 5-6 лет уже реализации национальной технологической инициативы, наверное, с момента запуска идеи, вообще формата создания экосистемы. Сегодня мы можем говорить уже о первых результатах, о первых плодах этой совместной работы. И Максим Юрьевич уже сказал, это создание таких уже платформ, федеральных, национальных платформ, медицинской платформы, где уже десятки проектов выходят на федеральный уровень, на глобальный уровень, привлекают инвестиции серьезные. И это проекты по созданию электроавтомобилей, использование водородной энергетики. Это уже сотни, это уже даже не десятки, это сотни проектов, которые выращены благодаря экосистеме НТИ, благодаря вот такой совместной, слаженной работе всех членов экосистемы. И сегодня уже такие программы, дорожные карты, приняты правительством Российской Федерации, которые как раз обеспечивают такой национальный масштаб, подход к поддержке этих технологий, к поддержке таких проектов. Мы надеемся, что в ближайшие 5 лет, безусловно, мы увидим новые проекты, новых наших российских единорогов, по крайней мере, агентства стратегических инициатив и платформы НТИ, ставят для себя это как такой ключевой задачей, целью в рамках нашей новой стратегии развития до 2024 и до 2030 года. Поэтому можно сказать, что такой формат, он оправдал себя, он сегодня такой успешный, это дает нам возможность чувствовать запрос тенденции снизу и обеспечивать поддержку, еще раз повторюсь, на федеральном уровне. Поэтому буду рада новым проектам, которые появятся и здесь, в точке кипения Санкт-Петербурга, и, безусловно, новым проектам нашей региональной сети. Санкт-Петербург является у нас лидером инвестиционного рейтинга, рейтинга качества жизни. Он входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации. Ну и Санкт-Петербург уже занимает, еще раз, удерживает такое первенство именно по технологическому развитию. Наша точка кипения, региональная Санкт-Петербурга, является номер один как центр компетенции именно развития национально-технологической инициативы. Поэтому, еще раз, успехов вам, удачи и новых проектов. Продолжение следует...